Делал очень много для команды. Многие заметили, что иногда Хабиб старается доказать болельщикам и на трибунах, и за экранами своих телевизоров, что он может вести поединок в стойке. Но это не совсем то, чего хотят его тренеры. Вот что об этом говорит Абдулманаб. Хабиб иногда любит доказывать, что он неплох и в стойке. Но нам зачем это? Драться в стойке можно на равных со всеми, но есть шанс упасть. Нам такой подход не выгоден. Будем действовать на разных этажах, как и Жорж Сен-Пьер. Где у нас будет лучше получаться, там и поработаем. Вот такое заявление от опытного тренера. Полностью согласен, что не нужно рисковать и идти на чужую территорию, когда у тебя все получается на своей. Я имею в виду борьбу Хабиба. Этот козырь отмечают все эксперты. Хабибу сейчас мало кто может возразить. Был один такой, когда занимался трештоком, зовут его Бен Аскрон. Но сейчас он уже поменял свое мнение, респектует Хабибу и признает, что он номер один. Неожиданно для всех, человека, которым многие болельщики Хабиба всегда хорошо отзываются, Эдсон Барбоза стал на другую сторону. На сторону соперника Нурмагомедова. Его понять можно, если постараться. Барбоза тренируется вместе с Парье в зале American Top Team. Они одноклубники и здесь просто спортивная солидарность. Давайте послушаем то, чего не ждали от Барбозы. Вдобавок ко всему, он раскрыл кое-какие свои наблюдения о Хабибе. Все это для того, чтобы усилить Дастина Парье. Давайте послушаем заявление Барбозы. У Парье есть все, чтобы выиграть этот поединок. Мы с ним пообщались, я поделился с ним опытом, полученным в поединке против Хабиба, и мне уже не терпится увидеть их противостояние. Мы все будем надеяться, что пояс останется здесь, в American Top Team, заявил Барбоза. Каждый имеет право на свое мнение, но вот эти тренировки Парье с борцами, советы от бывших соперников Хабиба, тренировки выносливости, все это говорит, что Парье настроен прям очень серьезно. Получится ли у него реализовать все задуманное, это скоро узнаем. А вот Хабибу желаем удачи и поддерживаем своих спортсменов. Скучали по Кевину Ле, друзья? Сегодня он высказался о своем переходе в категорию до 77 килограммов и поделился ближайшими планами. Давайте слушать. Сейчас я полусредний вес. На данный момент я примерно таких же размеров, каких я был, когда сбрасывал вес для лимита легкого дивизиона. Но пройдя через последний подготовительный лагерь и недавнюю весогонку, у меня открылись глаза. Я понял, что здесь мое место, здесь я могу выступать лучше. Посмотрим, ребята, как будут развиваться события. Во всяком случае, Ли хочет провести поединок, да еще и не один, а два до конца года. Мне хочется до конца года подраться еще как минимум два раза. Я нацелен выступать в мейн-карде ноябрьского турнира, который пройдет в Мэдисон Сквер Гарден. После чего, возможно, я попробую подраться в декабре в Лас-Вегасе, заявил Кевин Ли. А с кем бы вы хотели увидеть его поединок, друзья? Напишите в комментариях. И давайте подведем итоги конкурса. Напомню, что надо было написать самый смешной комментарий. Я все прочитал и выбрал победителя. Им стал Оз Тим. Поздравляю, 500 рублей твои. Привыкли к конкурсам, друзья? Это же весело. Давайте начнем новый. Задание простое. Как обычно, придумать веселый и смешной комментарий. Победитель получает 500 рублей. Удачи всем, хорошего настроения и до скорого. Субтитры создавал DimaTorzok